Вышел в продажу урок живописи акриловыми красками по созданию абстрактной картины от эскиза до полного воплощения картины на холсте. Перейдите пожалуйста по ссылке в описании этого видео и подробно познакомьтесь с тем, что предлагает этот урок и конечно совершите покупку. А сейчас мы приступаем к очередному комментированию работ участников арт-школы Совет Мастеров. Первым у нас на очереди Галина. Галина, хорошая работа, я думаю никто не будет со мной спорить в том, что она выполнена качественно, но есть здесь некоторые нелогичные вещи. Например, трава на этих пригорках кажется подстриженной. Если наблюдать внимательно за природой, то мы заметим, что обязательно будет на ровной поверхности, ну здесь не ровная поверхность, пригорок, но трава будет выглядеть следующим образом. Где-то на каких-то участках какие-то растения будут выше, они растут сильнее. Где-то есть ветки от высохших растений. И если вы показываете тень от деревьев, падающую на поверхность пригорка, обязательно будет тень от елок на воде. И теневая часть дома не будет такая светлой. У вас получилась тень от дома светлее, чем та, которая должна быть освещена. В основном все действия в картине правильные. Учтите эти моменты, наблюдайте за природой. И такие дополнения сделают вашу картину более естественной, живой и натуралистичной. Несмотря на то, что это воплощение руки художника. Лилия прислала нам свою картину. Во-первых, не резкая фотография. И это очень осложняет работу комментатора, то есть мою. Но что я могу сказать из того, что вижу? Объект, то есть это шмель, цветок и дальний план, фон, сделаны практически в одном тоне. И все объекты в картине сливаются. Нужно было показать хотя бы дальний план, то есть фон в картине более нейтрально. Сделать его светлым, рассветить как-то, чтобы он не сливался с объектами переднего плана. Картина бы смотрелась более выигрышно. Надежда прислала для комментирования две картины. Одна менее удачная и одна совершенно замечательная работа. Кстати, здесь можно обратить на дальний план, такой средний план. Он очень контрастно и плотным тоном показан, но в данной картине это полностью оправдано. Данный контраст зажигает свет на поляне. И если такого не сделать, то поляна сольется по тону, со средним планом и не будет казаться такой яркой. Очень удачно показан цвет зелени, хорошо, объемы на камнях, камни по фактуре похожи на камни, трава похожа на траву. Так что замечательная работа. Эта картина есть попытка выполнить мелкими мазками, но не хватает укрывистости краски. О том, как работать мелким фактурным мазком, я рассказываю в своем курсе «Импрессионизм». И еще один момент, на который стоит обратить внимание. Группа домов кажется незавершенной. Почему нет освещения на крыше и на световой части дома, если вот здесь, на пригорке, показано такое яркое освещение? Наталья, здорово вы ухватили вот этот принцип создания картин акрилом, таких ярких, жизнерадостных. Но и в них, несмотря на то, что они отличаются от классической живописи, все-таки должны присутствовать некоторые законы живописи. При таком освещении, если мы берем вот этот курс, его объем здорово показан. И я понимаю, что освещение у нас справа чуть-чуть отдалено от зрителя. То есть оттуда оно откуда-то идет. Соответственно, тень от березы должна тоже лежать в этом же направлении. И не показана совсем тень от дерева. Конечно, она может перекрываться вот этой яркой поляной. Но я вижу, что тень у дерева показана хорошо, объемно. То есть все равно освещение оттуда, от взгляда зрителя. И тень какая-то должна присутствовать на поверхности. Ну, на ваше усмотрение. Работа выполнена очень качественно. Напоминает акварель. Жаль, что в таком маленьком размере. Эта работа напоминает мне одну из картин импрессионистов. Возможно, вам близок этот стиль. И у вас он получается. Хорошо показана светотень. Причем тень показана живым цветом. То есть там есть и холодный, и розовая темная, и коричневая. То есть тени живые. И это дает очень интересную живопись. Обратите внимание именно на этот стиль написания картины. Нинель прислала 7 своих картин. И видна сразу же общая ошибка художника. Наверное, только в этой картине есть какой-то намек на светотень. Вот освещенный участок, а вот эти участки находятся в тени. Но при этом, в этом случае, тень отсутствует на лепестках ромашки. Они все показаны просто белой краской. Нинель, начиная писать картину, сразу определяете источник освещения. По УАЗе только видно, что он находится слева. Но на букете это никак не прослеживается. Ведь если есть пучок вот этого цветка, то он тоже же является объектом первое, объемным. И он сам тоже дает тень на другие объекты. Необходимо это учитывать при создании своих картин. И еще меня несколько смущает использование того же цвета в написании фона. Вы как бы заведомо сливаете фон и изображение, которое создаете. Кстати, вот видите, какая группа листьев? Она должна находиться в свету, потому что я вижу блик на УАЗе. Они должны быть светлыми, они же освещены. И сами листья дадут тень на ВАЗу, потому что они прямо нависают над ВАЗой. Соответственно, дадут тень. Разберитесь, пожалуйста, со светотенью. Сама живопись у вас, в принципе, приемлема. Вот смотрите, какой замечательный рисунок. Такой яркий блик показан на этих объектах. Понятно, что освещение довольно яркое. Но та часть перца, которая находится дальше, должна находиться в тени. Но она также светится, как и освещенная его часть. Так быть не должно. Нинеря, это одно общее замечание и рекомендация для вашей изрилописи. С рисунком все хорошо, с действиями руки все нормально. Внесите, пожалуйста, в работы свет и тень. Татьяна, плохое качество фотографий мешает их восприятию и комментированию. Мне даже кое-что пришлось совершенно удалить, потому что фотографии были нерезкие. Размыты, с размытым изображением. Здесь же я вижу большой блик от вспышки или от окна. Есть на моем канале видео, как фотографировать работы. При этом я могу сказать, что живопись выполнена хорошо. Мазковая техника удалась. Возможным замечанием здесь может быть строение наложения мазков. Вот если мы возьмем куст справа, замечательное наложение мазков. Здесь же мазки начали выстраиваться в едином наклоне и в единой форме. Это несколько дает этой работе рациональное зерно, которое уводит в сторону живописность картины. Если вы уж начали делать в каком-то определенном ритме перекрестное движение мазковой техники, то так и продолжайте и это в листве деревьев. Понятно, что трава может быть показана такими движениями, потому что она растет вертикально из земли. Но и здесь мы можем какие-то группы мазков наклонять, показывая, что какое-то растение отклонилось от своей оси. Дальний план показан нормально, работа в общем удалась. Здесь могу теперь уже поблагодарить вас за понимание светотеней и за правильное воплощение этого понятия на поверхности картины. Сразу работа преобразовывается и смотрится хорошо. Здорово, вы поиграли здесь с оттенками цвета. Внесли туда какую-то розовую, темную, коричневую. Осветили некоторые стволы деревьев и увели в полную темноту и черноту некоторые. Хорошо показали травинки, раз вот здесь лучше показано. Вот смотрите, конечно, я своим ученикам даю разные направления живописи. Кто-то может зацепить мазковую технику живописи и полностью посвятить свое творчество, работе в этой технике. У вас же лучше удается вот такое создание картин. Кстати, вижу вот здесь слишком ровную линию и здесь слишком ровная линия. Нужно разбивать такие ровные линии. Например, выпустить один из стволов сюда, чтобы перебить эту линию. Или задрать какие-то участок травы какой-то. Тогда будет смотреться по-природному и более естественно. Так вот, о чем я хотел сказать, это то, что возможно этот стиль написания картин вам более близок. Так, работа смотрится более эффектно. Да. Но здесь вы сделали такой промежуточный вариант между мазковой техникой живописи, как в первой работе, и то, что мы видели в следующей. Несколько рационально здесь как-то показан ствол дерева. Трава везде высокая, но ствол дерева она нигде не прикрывает. И несколько нарочито выглядит цвет этого ствола. Где-то нужно было использовать и холодные оттенки. Край берега показан теми же цветами, что и ствол. И появляется ощущение, что здесь тоже лежит какое-то дерево. Я думаю, это не лучший вариант. Взять, запустить туда охру, какие-то сиреневые оттенки, черный. Можно в очень небольшом количестве использовать. И оттенок берега получится совершенно другой. Здесь у вас хуже получился оттенок зелени. Здесь оттенок зелени хороший. Неплохо получился дальний план. Почему нет тени, даже холодной, от этого объекта, если у нас здесь показано и свет, и тень. И может быть слишком ярко показаны дома. Да, у меня в картине они тоже показаны довольно-таки ярко. Но у меня не так легко показан дальний план. У вас совсем легко показан, в легком тоне показан дальний план. Соответственно, дома тоже должны соответствовать тому, что вы сделали. Несколько рационально выглядит вот эта линия, очень ровная. Почему она везде такая яркая, черная? Но можно же внести сюда какой-то другой мазок оранжевого. Он будет и рефлексом, и линия не будет выглядеть такой ровной. Неужели у меня так же в уроке? Я уже не помню, нужно пересмотреть. Можно было показать рефлексы на стволах деревьев. Цвет зелени и цвет тени в этой картине хороший. Заглянул я в альбом группы ВКонтакте, и здесь есть работа для комментирования. Елена спрашивает, как изобразить пламя. Ну, у меня тоже нет, Елена, мастер-класса по изображению пламени. Я не сталкивался с его изображением, но, возможно, бы смотрел на какие-то фотографии. Конечно же, не на живое пламя, чтобы его изобразить. В вашей работе, может быть, смущает то, что внутреннее пламя ограничено по форме и более похоже, как вклеено туда. Мне кажется, что пламя такая субстанция, что у него как-то не должны наблюдаться какие-то четкие границы, более размытые. В остальном, скажу честно, мне подсказать трудно. Нужно взять Google, ну, как бы я сейчас поступал. Взял Google, нашел бы какие-то изображения пламени, свечи и детально изучал под увеличением эти объекты. Смотрел, как их изобразить. Конечно, еще зависит от материала. Например, акварелью было бы сложнее, чем акрилом. Ну, например, мне. Соответственно, и материал под задачу я бы тоже выбирал определенный. Марина замечательно выполнила работу. И когда в работе есть светотень, у меня просто душа радуется. Возможно, если мы имеем вот такое направленное освещение, вот смотрите, лейка, вы показываете, под стул идет тень. Соответственно, от шляпы, вот от этой части шляпы, от верхней, тоже должна быть тень. От стула есть. Ну, работа получилась очень хорошая. Я думаю, она и вас радует, и тех, кто на нее смотрит. Эта тоже работа выполнена по моему платному уроку. И она тоже удалась. Единственное, на что я бы обратил ваше внимание, ну, например, показываете вы определенным оттенком синего тень на цветах, на кустах, под объектами. Дом, его покраску и его тень можно изображать другим оттенком синего. Тогда у нас, ну, у зрителя будет какое-то разнообразие оттенков. Ну, а в основном, замечаний к этой работе нет. Возможно, тень вот от этого куста слегка выйдет за его пределы. Если мы имеем такую понятную тень от этого горшка, под лавкой, соответственно, сюда немножко можно выпустить тень вот от этого объекта. Это, думаю, нетрудно исправить, если даже работа завершена. Елена, хорошая работа, тонкое письмо. И в этой связи несколько уделяет ваша следующая работа. Здесь явно не было тонкой кисти. И, насколько я помню, ну, я не знаю, зачем вы прислали эту работу, если она явно, во-первых, не соответствует вашему нынешнему уровню мастерства. Вы уже гораздо лучше умеете. Вы решили прислать очень старую работу. От трубы есть контрастная тень, от дерева и от забора теней нет. Эта работа Анны выполнена в декоративной технике. Мне кажется, работа хорошо подойдет для детской комнаты. Вот этим деревца как-то интересно спрятались, прилипнув к левому краю картины. Хорошая работа. Анна, изображая ночь, действительно ли у нас будет такой цвет зелени кустов, и действительно ли будет фонарь светить совершенно таким белым цветом. Дмитрий Даниш. Это художник, который здорово изображает ночной цвет на европейских улочках. Посмотрите, каким цветом он показывает фонари, освещение на поверхности асфальта или каких-то дорожек. Мне кажется, очень многое можно почерпнуть. Сюжет, который вы выбрали для написания этой картины, очень интересный. Здесь рассказана целая история об этом котенке. Поэтому я бы еще раз выполнил эту картину. Ну и фонарь сам по себе не дизайнерско-эстетичный. Мне кажется, больше похож на душ. Можно выбрать более интересную форму фонаря. Кот написан хорошо. Такой сгорбившийся, сжавшийся. Надеюсь, что он символизирует не вас и не ваше настроение. Хотя такие темы для картин интересны. Зритель на них обычно реагирует. Еще, если мы берем кота за центр объекта и за центр взгляда зрителя, то вот эта линия показана правильно, уходящая в перспективу, а вот эта уже нет. Она должна идти, сходиться в эту часть картины. Ну, надеюсь, я показал правильно. Эта работа выполнена по уроку другого художника. Катерина, несколько запутались вы с цветовой гаммой и с наложением светотени. Ну, возможно... Нет, светотень здесь все-таки показана, но как-то этюдно выполнен сам урок. Не получилось какого-то такого плавного завершения. То есть работа, кажется, мне не закончена. Скажу просто. Катерина, изображены руки и цыпленок, который сидит в этих руках. Видно, что цыпленку комфортно. История, которая рассказывает, ну, такую милую, милый сюжет. Непонятно, что находится на пальце у героя, который в кадре. Момент, который очень сильно отвлекает от основного сюжета. И еще очень сильно отвлекает от основного сюжета, от истории, которую вы пытаетесь рассказать зрителю, это дальний план. Что за вот эти красные пятна такие? Наверное, это какой-то забор или трава и склон дерева. Зачем все это нужно показывать так четко зрителю? Если бы вы показывали на дальнем плане огонь, пожар, и эти ладони вынесли из огня маленькое существо, тогда изображение заднего плана, четкое, более понятное, очень оправдано. Здесь же изображение дальнего плана не оправдано и мешает восприятию картины. Нужно дальний план показать более размыто и не такими ядовитыми цветами. Лариса, эта картина выполнена в стиле декоративной живописи. Я думаю, с поставленной задачей, которую вы для себя ставили, вы справились. В этой картине вы задали источник освещения оранжевым. То есть, источник освещения имеет определенный цвет. Если вы сейчас поднесете к лампе настольной какое-то стекло, окрашенное в оранжевый цвет, то объекты в комнате тоже окрасятся в этот цвет. Они не будут, например, такими белыми. Соответственно, если вы задали освещение таким цветом, то и свет на какую-то поверхность и на объекты ляжет именно такого цвета. Поэтому это мы можем считать ошибкой в этой картине. В этой картине мне не хватило светотени. Если солнце скрылось за облаками, то небо является источником освещения. И тогда у нас под деревьями будет такое общее теневое пятно от неба. Если вы же задаете такую короткую тень, и причем она направлена влево, значит, мы имеем дело с высоко стоящим солнцем, с ярким солнечным днем. В ярком солнечном дне будет очень явная контрастная тень, которой нет в этой картине. Лариса, здесь есть блики и есть тень. Но светотень не выражена, поэтому объекты в картине читаются плохо. Только немного рассматривая эту картину, мы, в конце концов, понимаем, где и какие объекты расположены. При этом показано стекло, верхняя ваза прилипла к верхнему краю картины, что, кстати, несколько удивляет. Но думаю, как постановка, как работа со стеклом, с разными фактурами, если именно это была задачей в картине, ну, думаю, вы хорошо прошли это упражнение. Но картина, как произведение искусства, думаю, в этом варианте не состоялась. Нужно и перетусовать объекты, не лепить высокий объект к верхнему краю картины. Ну, и если вы уже задали светотень у этих объектов, как-то и от бутонов цветов тени лягут на листву, что-то здесь со светотенью самих бутонов цветов. Не то. Елена, вижу в альбоме три ваших работы. Здесь у нас в этой работе небо и источник света, например, луна или восходящее солнце, тоже имеют желто-оранжевую окраску. Соответственно, источник света даст какие-то оттенки, рефлексы на поверхность. Если вы покажете какие-то желто-оранжевые, не убирая весь этот синий холодный цвет, на поверхности эти оттенки, то работа сразу станет живой, и верхняя и нижняя части объединятся. На деревьях тоже можно показать эти оттенки. В живописном плане замечаний по этой картине нет. Именно по тому моменту, как действовала ваша рука. Следующая ваша работа выполнена в декоративной технике. Хорошая декоративная работа полностью вам удалась. Возможно, будущее ваше именно в такой технике. Я думаю, вам в скором времени придется выбирать. И в такой картине я бы более отчетливо, может быть, пастозно показал цветение. То есть, картина выполнена хорошо, но вот именно в техническом плане я бы мазками прямо показал цветы, которые цветут на этой ветве. Ну а так, хорошая работа. Татьяна, когда я увидел эту работу, был приятно удивлен. Замечательная картина, выполненная по курсу «Импрессионизм». Я очень за вас обрадовался, но когда увидел следующую работу, удивился. Так правильно взяли вы по цвету эту картину, четко следовали рекомендациям в уроке, сохраняли пастозность мазка, получили практически очень похожую на импрессионизм работу. Но мы не будем, если брать как идеал Клода Мане, наверное, нам трудно дотянуться до этой вершины. Но так здорово вы поработали и с Москвой, и проникли сюда теплыми мазками в теневую часть картины. И холодок здесь есть, замечательная светотень, очень легко показан вот этот куст. Совершенная работа на данном, наверное, этапе вашего развития. И меня, как преподавателя, она очень радует. Почему здесь такая граница у этого куста? Почему он прилип к краю картины? Цвет зелени вдруг стал таким ярким, и он и на переднем, и на дальнем плане одинаковый. И крыши просто выкрашены красным цветом. Совсем работа, выполненная не по уроку. И куда-то ушел импрессионистический мазок. Вы задали фактуру холста и просто протерли по ней цветом. Ну, давайте я не буду дальше углубляться в критику этой картины. Но если вы хотите дальше работать по курсу импрессионизм, у вас есть, не в ту сторону, замечательный образец. Такое впечатление, что эти работы выполняли два разных человека. Марина, хорошая, замечательная работа. Даже холст играет свою роль в этой картине. Его фактура дает еще большую живописность этой картине. Здорово, что с этими камнями вы поработали, используя какой-то оранжевый цвет. Здесь ушли в другие оттенки, и эта гора получилась такая теневая. Может быть, слишком яркая зелень. У этого куста, кстати, такая яркая зелень, больше нигде не встречается, и это хорошо. Здесь она более такая размытая, нежная. Хорошо, игриво показали вот эти сухие стволы, растущие именно на камнях. Все три дерева разной формы. Шапки имеют объемы. Кусты, которые мы видим, тоже имеют объемы. И их тень. Есть попытка сделать живую тень, и она там имеет рефлекс. Очень здорово. Чуть-чуть смущает цвет вот этого цветения, но он здорово гармонирует с верхним правым углом. И я не рекомендую его исправлять. Оставляем так, как есть. В общем, работа сложилась. Мне она нравится и по исполнению, и по живописности. Или на эту работу сложно рассматривать. Маленькая. Ну, вижу, что в общем получилось по светотени. Ну, наверное, на данном этапе меня это очень сильно радует. Ну, тень падает в эту сторону от вот этого дерева. Такая длинная она. Наверное, она длиннее будет у стога сена. И обязательно тень нужна. Ну, даль какая-то белесая. Такое впечатление, что гречиха там цветет. Ну, может быть и такое. Поле гречихи. И я вижу, что у всех дома темные на дальнем плане. Наверное, у меня все-таки на образце они получились тоже темноватыми. Кстати, по состоянию, по атмосферности, по цвету очень хорошо выполнена эта картина. Кстати, это правильный ход, когда у нас деревья, которые растут на дальнем плане, отражаются в воде другим цветом. Это происходит потому, что вода сама имеет собственный цвет. Поэтому цвет отражения может искажаться. Немного ровная линия деревьев дальнего плана. и здесь присутствуют травинки же должны, особенно на переднем плане, мы различаем их, а у нас показана очерченная линия берега. Ну, тяжеловато, Елена, рассматривать работы в таком маленьком виде. Почему вы прислали в таком маленьком виде? Светлана, замечательно по живописности. Ну, не буду здесь придираться к светотени, потому что вполне возможно такой показан весенний этюд. Только что сошел снег и набухает почки, и здесь вот выходит трава, какие-то подснежники растут. Здесь допустимо отсутствие светотени. Хорошо получилось по живописному воплощению этой работы. Мне это напоминает живопись маслом. Здорово, что у вас это получается. До свидания, друзья! Приглашаю вас приобрести урок живописи акриловыми красками по созданию абстрактной картины Венеция. Желаю вам всего самого творческого. До свидания, до новых встреч! Продолжение следует...